Около двух миллионов жителей Таджикистана живут за чертой бедности, утверждает Всемирный банк в своем последнем исследовании. По мнению экспертов ВБ, основным источником дохода многих жителей были денежные переводы трудовых мигрантов. В следствии наступления экономического кризиса в России, многие мигранты лишились работы в России и были вынуждены вернуться на родину, из-за чего доходы многих домохозяйств в Таджикистане сократились. Однако Киумидин Давладзода, замглавы агентства по статистике при правительстве Таджикистана, считает, что согласно их исследованиям, за чертой бедности находится 27% населения республики. По его словам, столько людей в стране живут на 1,9 доллара в день, сообщает радио ЗАДИ. По информации властей, в текущем году за 10 месяцев 124 частных предприятия вынужденно прекратили свою деятельность по причине отсутствия спроса на их продукцию. Также 200 тысяч частных предпринимателей прекратили свою деятельность. Корреспондент Хабархо побеседовал с местными жителями на севере страны. Я и мой брат за последние несколько лет ездили на заработки в Россию. Вот уже около двух лет не ездим, потому что были депортированы из России, запасы закончились, начались финансовые затруднения. Ведь у нас большая семья, 10 человек. Работы нет, брат работает в пекарне, получает 40-60 сомани, примерно 4-6 долларов США. Этих денег нам просто не хватает. Аналогичная проблема не только у нас, но и у многих наших соседей. Да, есть работа у нас в городе. Это в кирпичном заводе, в цементзаводе, или же в мини-мелькомбинате. Тут зарплата от 1200 до 1500 сомани, 120-150 долларов в месяц. Но работа физически тяжелая и очень вредная для здоровья. График работы в этих предприятиях 6 дней в неделю по 12 часов в день, рассказал местный житель по имени Мансур. Субтитры добавил DimaTorzok и все наши предпочтения, которые мы имеем, мы очень много.